Здравствуйте. В прошлом видео мы говорили о задаче машинного обучения в целом. В этом видео мы рассмотрим конкретный алгоритм машинного обучения, который называется метод К ближайших соседей, и обсудим, как проводить предобработку признаков для обучения алгоритмов. Давайте рассмотрим нашу задачу кредитного скоринга с прошлого видео. Только из задачи регрессии сделаем задачу классификации. Будем предсказывать не кредитный индекс, а бинарную переменную – дать кредит человеку или нет. Раньше мы говорили о решении этой задачи линейной регрессией. Идея модели состояла в том, что каждому признаку можно присвоить вес, и ответ будет суммой признаков, умноженной на веса. Давайте теперь рассмотрим другую модель решения задачи. Идея состоит в следующем – похожие объекты имеют похожий ответ. То есть, если два человека с судимостью, примерно одинаковым заработком и им похожее количество лет, то ответ для них в нашей задаче должен быть одним и тем же. Ну и действительно, если одному человеку не дали кредит, а почти такому же дали – это странно. Наш алгоритм будет устроен так. У нас есть тренировочная выборка объектов. Мы запомним их, и когда к нам поступит новый объект, класс которого мы должны определить, мы найдем объекты тренировочной выборки больше всего на него похожего. Дальше посмотрим, какой ответ – ноль или один – доминирует среди ближайших объектов и выдадим этот класс в качестве ответа на новый объект. Другими словами, класс тестового объекта определяется как доминирующий класс среди объектов тренировочной выборки больше всего на него похожих. Алгоритм называется K-Naybors Classifier или алгоритм K ближайших соседей. Нам теперь осталось определить, как сравнивать объекты на близость и сколько ближайших объектов к новому искать, чтобы определить класс. Для начала разберемся с функцией близости. Чтобы можно было ранжировать объекты поблизости, нужно определить функцию, которая будет принимать на вход два объекта и выдавать неотрицательное число. Чем число меньше, тем объекты ближе. Такую функцию задать можно совершенно по-разному. Например, можно сравнивать только признаки ежемесячный доход и наличие судимости, а признак возраст читать неважным. Пример формулы такой функции представлен на экране. Однако чаще всего в этом алгоритме используется евклидовое расстояние. Формулу вы также видите на экране. Обратите внимание, что при таком виде метрики некоторые признаки влияют на расстояние больше, чем другие. Например, заработок исчисляется в десятках тысяч, а возраст в десятках. Поэтому квадрат разницы заработков людей влияет на близость объектов гораздо сильнее, чем квадрат разницы возрастов. Чтобы избежать этого, можно, например, предварительно поделить столбец заработка на тысячу. Подробные манипуляции с данными до обучения алгоритма называются предобработкой признаков. О них мы подробнее поговорим на практике. Есть еще много функций близости, которые используются в методе KNN. Их описание можете найти по ссылке презентации. Выбор, какую функцию близости использовать, остается за вами. Однако при выборе обращайте внимание на природу данных. Иногда данные устроены так, что функция близости на объектах натурально определяется как косинусное расстояние или как-то иначе. Но, конечно, если вы будете объяснять это на уроке в школе, то берите те функции, которые учащиеся прошли на математике и смогут понять. Давайте вернемся к нашей задаче и выберем евклидовое расстояние в качестве функции близости. Если у объектов N признаков, мы можем представить объекты тренировочной выборки точками в N-омерном евклидовом пространстве. Пусть у нас N равно 2. Тогда объекты представляются точками на плоскости. Покрасим точки в два цвета в зависимости от их ответа на задачу. Возьмем новый элемент, изобразим его также точкой на плоскости. Теперь ответим на второй вопрос. Как вы считаете, сколько ближайших соседей нужно выбирать? Четкого ответа на этот вопрос нет. Это число является гиперпараметром алгоритма. Вы должны сами выбрать его перед началом обучения. Как понятно из названия алгоритм K ближайших соседей, в алгоритме KNN это число обозначается буквой K. У разных алгоритмов бывает разное количество гиперпараметров, которые нужно варьировать, чтобы добиваться лучшего обучения алгоритма. Это называется процессом подбора параметров. Кстати, метрика расстояния между объектами в KNN тоже является гиперпараметром алгоритма. Давайте рассмотрим несколько примеров подбора параметра K для KNN. Если выбрать K, равным количеству объектов в выборке, то ответом на любой новый объект будет доминирующий класс во всей выборке. Как вы считаете, полезным ли будет такой алгоритм? Кажется, что нет. Если выбрать K, равным единице, то ответом будет класс ближайшего элемента. Кажется, что это тоже не очень хорошо. Судите по ответе на элемент по единственному другому элементу. Значит, логично выбирать K числом побольше, но не равным количеству элементов во всей выборке. Давайте выберем K, равное 5. Возьмем наш тестовый элемент. Выберем 5 ближайших к нему элементов по эвклидовому расстоянию. Среди них будут 3 синего класса и 2 красного класса. Значит, мы отнесем новый объект к синему классу. Можно также выдавать ответ к задаче не в виде класса, а в виде вероятности принадлежности к классам. Так как у нас среди соседей 3 синего и 2 красных, то с вероятностью принадлежности синему классу будет 0,6, красному 0,4. Как вы уже, наверное, догадались, метод KNN также вобщается на задачу классификации с большим количеством классов и на регрессию. В задаче регрессии ответом к объекту будет среднее значение ответов его соседей. Среднее можно брать взвешенным с весами обратным расстоянием до объекта. Итак, в этом видео мы познакомились с новым алгоритмом машинного обучения, алгоритмом K ближайших соседей. Также немного коснулись темы предобработки признаков и подбора гиперпараметров моделей. Подробнее о них мы поговорим в практической части модуля.